МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не прав тот, кто считает, что Рязанская область богата только великолепными, захватывающими дух пейзажами. Если задаться целью и заняться изучением истории различных уголков нашей малой родины, то можно узнать множество интересных, необычных и даже таинственных фактов. Заброшенные древние церкви, чудом уцелевшие поместья и, конечно же, удивительные люди, оставившие заметный след в истории, искусстве и науке нашей страны. Обо всем этом мы рассказываем в цикле программ «О чем молчит время». Здравствуйте! Улица Пожалуйста, на Рязанский художественный музей имени Пожалуйста. Рязанцы каждый день так или иначе вспоминают имя нашего знаменитого земляка. А вот знают ли они, кем он был и чем прославился? Скажите, пожалуйста, вы знаете, кем был Иван Петрович Пожалуйста? Честно говоря, нет. О, не слуху! Ну, призабыла. Знаю. И кем? Нет. Нет. Может быть, хоть вы знаете, кем был Иван Петрович Пожалуйста? Нет? Нет. Согласитесь, весьма печально. Чтобы хоть немного исправить ситуацию и рассказать рязанцам о нашем знаменитом земляке, мы решили отправиться в Солочу. Ведь, несмотря на то, что Иван Пожалуйста народился в селе Яголдаево Ряжского уезда, долгое время прожил в Санкт-Петербурге и несколько лет стажировался в Париже, именно здесь находился дом, в котором провел последние годы своей жизни знаменитый художник. Построен он был в XIX веке, однако то самое строение до наших дней не дошло. Особняк трижды горел. Последний пожар уничтожил дом полностью. Именно тогда при разборе пожарища была найдена закладная, в которой говорилось, что на 7 месте села Солочи выстроен дом деревянный на каменном фундаменте 1880 года. Так и стала известна точная дата постройки дома. Ну а на его месте вскоре появилась копия старинной усадьбы, в которой на сегодняшний день расположился дом музея имени Ивана Петровича Пожалуйста. Здесь можно увидеть самые известные его работы, вещи, которые когда-то принадлежали ему и его семье. Ну и, конечно же, узнать больше о его жизни. Так, например, мало кому известно, что отец художника носил фамилию Храпов, а пожалостеным на тот момент маленький Ваня стал благодаря своему дедушке, который взял его с братом на воспитание после смерти родителей. Дед был настолько добрым, что всегда к кому-либо в деревне обращался, прибавлял слово «пожалуйста», «ну, пожалуйста, не шалите», просил он детей, «ну, пожалуйста, не шумите», когда они не могли в церкви выстоять долгую службу и начинали как-то уже ёрзать и шуметь. Ну, как бывает в деревне, это слово прилипло к нему, и когда он ходил по улицам, мальчишки деревенские, дразняя его, кричали вслед, «вон, пожалуйста, пошёл». Так вот, когда дедушка привёл Ваню в церковно-приходскую школу, XIX век, органов ЗАГСа нет никаких, священник так и внёс в список Ваню по прозвищу деда «Ваня, пожалуйста». Детство у будущего художника было очень тяжёлым. Вскоре умер и его дед. Но маленькому Ване повезло. Благодаря управляющему палатой государственного имущества города Рязани Андрею Андрееву он попал в троице Зайтиковское сиротское училище. В нём готовили младший чиновничий состав, попросту говоря, властных писарей. Но Иван был рад и этому. Учиться ему нравилось, а Рязаню, пожалуйста, он был покорён. Увидев нарядные дома Рязани купола Кремля, он начинает делать первые в своей жизни наброски. Эти рисунки попадают к тому самому Андрееву Андрею Осиповичу, который волею судьбы становится благодетелем Ивана Петровича, который просто по-отцовски его сопровождал, помогал и где можно, вот как бы подталкивал. Он, увидев эти рисунки, обращается к директору гимназии Шиллингу, чтобы тот разрешил Ване ходить на уроки рисования. Но Шиллинг ответил, будет какой-то крестьянский мальчик своим видом моих гимназистов пугать. Но, увидев рисунки, разрешает ходить Ване к учителю рисования домой, помогать ему растирать краски, у которых он работал краскотёром. Но, опять же, заниматься рисованием. Сам же вводит туда гимназистов и говорит им, посмотрите, простой крестьянский мальчик, а как хорошо и старательно учится. Перед окончанием училища Иван Петрович пишет картину «Образ Симеоны Богоприимца». Это единственная работа, выполненная им маслом и самая ранняя, дошедшая до нас. Окончив обучение, Пожалуйста, он отправляется работать в Солочу, где в скором времени он женится, у него рождается дочь Катенька, и семье Пожалуйста, выделяют этот участок. Через какое-то время здесь же, в Солочи, от своего друга, такого же волосного писаря, Иван Петрович узнаёт, что из самой Академии художеств пришёл запрос с тем, чтобы Пожалуйста продолжил обучение в Санкт-Петербурге. Когда он вернулся с направлением домой, единственным, кто оказался очень недовольным отъезду Вани Пожалуйста, был, конечно же, свёкор, который хорошенько оттаскал его за волосы, приговаривая, женился, так не бросай жены. Ну и Фросиня Алексеевна была очень мудрой, любящей женщиной. Она верила в него и знала, что это действительно дело всей его жизни. Они бежали, переночевали в Управе, а наутро она проводила его в далёкий Петербург. А позже Иван Петрович писал в своих воспоминаниях, что каждый штрих карандаша отразился царапинами по сердцу жены моей, да и моему тоже, потому что провели они в разлуке 12 лет. 19 век – время, когда в России развивается просвещение, и стране как никогда требовались гравёры. Именно поэтому Ивана Пожалуйста, определяют в гравёрный класс. Несомненно, Иван Петрович мог бы стать знаменитым живописцем. Однако на тот момент выбирать ему не приходилось. Но Иван Пожалуйста не сетовал. Он был рад любой возможности заниматься любимым делом. Чтобы понять, чем же занимался Иван Петрович, нужно внимательно присмотреться вот к этой медной пластине. Именно с подобными пластинами приходилось работать мастеру-гравёру. Для того, чтобы такую работу получить, нужно заказать, выполнить сначала рисунок, набросок. Затем заказывается медная доска, большая или поменьше, какой будет гравюра. И затем вот резцами разного сечения, инструментами, весь рисунок выцарапывается, процарапывается на медной пластине. Глубже, либо меньше линии эти все вырезаются. Затем все углубления заливаются типографской краской. Сверху накладывается влажный плотный лист бумаги. И под большим давлением печатается в печатном станке. Вот тот оттиск с медной пластиной, который получился на бумаге, это и есть гравюра. В доме музея в Солочи представлена медная пластина, созданная неизвестным мастером. А те 11 досок, над которыми работал Иван Пожалуйста, на которые дошли до наших дней, хранятся в русском музее. Зато здесь представлена практически вся коллекция подлинных гравюр Ивана Петровича. Одной из первых его значимых работ стал портрет митрополита Филарета Московского. За него Иван Пожалуйста получает звание классного художника первой степени и оставляется при академии как перспективный мастер. Следующей знаменитой работой стала гравюра «Несение креста спасителем». За нее Иван Петрович был удостоен звания академика Императорской академии художеств. Тогда же его отправляют на стажировку во Францию. Когда он прибыл во Францию, ему не поверили, что русский мастер может так совершенно гравировать. Он представил свои три работы. Ну и французы сказали, одну выполнил англичанин, вторую француз, третью итальянец, ну никак не русский мастер. Иван Петрович смог в работе доказать, что он действительно выполнил эти работы, что это действительно произведение его рук. К нему прониклись огромным уважением, почетом. Но, пробыв там два года, он считает, что ему уже нечего совершенствовать. Кроме того, нужно было как-то помогать семье, и он просит разрешения у академии вернуться досрочно. Академия художеств дает ему такое разрешение, он возвращается в Россию. В 80-е и 90-е годы XIX века становятся самыми плодотворными в жизни Ивана Пожалостина. Именно тогда появляется галерея его портретных гравюр. На них представлены и писатели, и ученые, и видные государственные деятели. А самым лучшим женским портретом стал портрет императрицы Марии Федоровны. За него художник был удостоен высочайшей императорской благодарности. А также ему был подарен сервиз из 300 предметов, который, к сожалению, до наших дней не дошел. Зачастую к основным портретам Иван Петрович добавлял небольшие портреты-заметки, которые выполнялись особым способом – сухой иглой. Однако, в отличие от большой гравюры, которую можно было печатать от 600 до 1000 раз, с маленькой делали лишь несколько десятков оттисков. Помимо портретов, Пожалостина оставил после себя и несколько жанровых работ, в том числе и гравюру с картины Перова «Птицелов». Сам Перов вообще отрицательно относился ко всем гравюрам. Он всегда говорил, что гравюры только портят работы художников. И всегда приговаривал, что у них одно решето. Но, увидев работу Ивана Петровича, он воскликнул. Я и не думал, что будет так совершенно награвировано. Я думал, что все, как у Иордана, одно решето. Но здесь Иван Петрович смог повторить и показать не только душу Перова, самого художника, но и свое мастерство. После закрытия класса резцовой гравюры на медиа Иван Петрович вынужден был оставить Академию и уйти в отставку. К тому моменту здоровье его ослабло, сказался долгий напряженный труд, а также неблагоприятный климат Санкт-Петербурга. И в итоге художник решает вернуться в Рязань. Иван Петрович поселился в своем доме в Солочи. Здесь же он и умер в 1909 году. Похоронили знаменитого на всю страну художника на территории Рязанского Кремля. А в Солочинской усадьбе хозяйками становятся жена и дочери Ивана Петровича. В 30-60-е годы 20 века у усадьбы Пожалостиных начинается вторая жизнь. Именно в это время в Солочи наведывается Константин Паустовский. Сначала он жил по соседству, а позже обратился к дочерям Ивана Петровича с просьбой сдать ему комнату. Когда Константин Паустовский захотел снять одну из комнат в доме Ивана Петровича Пожалостина, дочь гравера ему отказала. Она очень бережно относилась к памяти отца и мечтала, что однажды в их доме будет открыт мемориальный музей. Однако она предложила писателю занять небольшой домик, который впоследствии Паустовский называл банькой. Именно в этом маленьком домике изначально и жила молодая семья Пожалостиных. И уже после того, как была выстроена большая усадьба, он стал использоваться как помывочная. Ну а в 30-х годах так называемая банька стала приютом не только для Паустовского, но и для его друзей Рувима Фрейрмана и Аркадия Гайдара. Писатели в Солочи жили очень скромно. Единственное, чем они хвастались друг перед другом, это удочки и блёсна, которые они привозили из Москвы. Рыбалку писатели любили невероятно. А Паустовский даже говорил, что если у него отнять рыболовство, он не сможет больше писать. А ещё друзья говорили, что если их назовут плохими писателями, они не обидятся. А вот если скажут, что они не умеют удить рыбу, никому этого не простят. Рыбалка была чуть ли не самым важным в их жизни. И именно с ней было связано множество забавных историй и споров. В одной из засушливых лет, в 1937 году, не было червей. И накопать их было, ну, никак нельзя было нигде. Писатели очень горевали, потому что нужно было идти на рыбалку, а найти червей было никак нельзя. И тут опять же выступил Гайдар и сказал, я вам добуду. Ну, они долго удивлялись, опять же поспорили, что, ну, не можешь ты добыть червей, нет их нигде. Нет, заверил Гайдар, черви будут. И наутро писатели проснулись от того, что ворота усадьбы с шумом местные мальчишки стучали и ногами, и руками. И когда они вышли, те наперебой предлагали свои баночки червей для писателей. Они очень удивились. А Гайдар оказался просто очень находчивым человеком. Он написал объявление и вывесил на ворота усадьбы. Скурбка червей у населения. В 49-м году дочь Ивана Пожалостина Александра продает дом Константину Паустовскому и Рувиму Фраерману. И тогда Константин Георгиевич устраивает себе кабинет на втором этаже. Сегодня его обстановка восстановлена по фотографии. Кабинет, в котором жил Константин Георгиевич, он тоже был очень прост. Потому что главное для писателей – это был стол, машинка печатная и, конечно же, огромное количество бумаги. Потому что писать нужно было много. Собирать все воспоминания, все случаи, которые встречались на пути у Паустовского и Фраермана. Ну, Паустовский всегда вообще любил и носил с собой записную книжечку. Это было для него обязательным, потому что он постоянно писал. Где бы только ни останавливалось, он постоянно записывал туда свои воспоминания, заметочки какие-то, встречи. Все для того, чтобы потом можно было использовать в своих произведениях. У нас здесь в экспозиции три как бы стенда разделенных. Это фотографии прототипов произведений Константина Георгиевича. Это фотографии, выполненные здесь все в Солочи, в усадьбе. И Константин Паустовский представлен не как писатель, а как фотограф. Каким он увидел Рязань в 30-е годы, когда впервые сюда прибывает. Именно в этом, в музейных экспозициях и людях, интересующихся историей, и воплотилась третья жизнь Солочинской усадьбы, которая, будем надеяться, продлится еще не одно десятилетие. На этом наш сегодняшний рассказ подходит к концу. Но ровно через месяц мы вновь встретимся с вами для того, чтобы совершить очередное удивительное путешествие во времени. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова